Саровская пустынь Наиболее известными и значимыми для города стали три краеведческие работы исторического объединения «Саровская пустынь». Это установка камня на месте, где тысячу дней молился Серафим Саровский, поиски и вскрытия купальни на ближней пустынке и, наконец, раскопки и открытия Саровских подземелий. Интересно было то, что все эти события практически совпали по времени со вторым обретением мощей Серафима Саровского, но обо всем по порядку. Мало кто догадывается, но именно любительское историческое объединение стало инициатором и активным деятелем в вопросе раскопок монастырских пещер. После подписания всех документов и разрешений раскопки подземелий под монастырем начались силами членов Саровской пустыни в апреле 1992 года. Об этом так вспоминает Анатолий Агапов. «Пещера – это была тайна. И она привлекала. И мы где-то начали спрашивать старожилов, где был вход в пещеры. И много людей мы спрашивали. И каждый из них приходил и показывал место, где, по их мнению, был вход. Вот. Этот вход было непонятно. Он отличался на огромное количество метров. Мы не знали, где копать, потому что просто… Но однажды к нам пришел человек, который сказал, что я знаю, где вход. А мы задали вопрос, а вы будете с нами копать? И он согласился с нами копать. И мы, я точную дату могу сказать, 18 апреля 1992 года, начали раскопки там, где он указал. Труд был тяжелый. Нам все помогали, потому что пришлось увезти около 25 самосвалов мусора, которым были забиты эти входы в пещеры. Проблема стала. Надо копать то, что можно копать. И вот представляете, 22 июля мы были на глубине, и вдруг пошел, ну, я не знаю, как обозначить, такой специфический запах подземелий. Вот. Он какой-то такой, не знаю, холодный был. И мы начали вот это место уже четко копать. И когда мы увидели, что есть провал, ведет куда-то, а уже было… А мы копали до темноты. То есть это примерно часу 10 уже было. Мы решили закрыть это место и на следующий раз, на следующий день подготовиться к тому, что, может, мы туда пролезем. Ну, а это была уже серьезная вещь. Почему? Потому что подземелья, они опасны, там надо дышать, поэтому мы приготовили фонари, значит, каски у нас были. Вот Леша Недошивин, он у нас был, снабжал нас всем этим. И на следующий день мы начали докапывать. И когда докопали, вот, что можно было пролезть, было принято решение, что мы уходим в подземелье туда. Два человека. Я и Леша, у меня Доши тоже. И мы пройдем недолго. Зажгли свечку, спустились туда, свечка горела. И мы сказали, что мы, ну, пройдем, сколько можно пройти, и потом возвратимся назад. Я не помню, сколько, но ощущение было какое, могу сказать, что она у меня так и осталась. Мы шли по грунту, который, может, напоминал луны, какой-то мягкий такой грунт. И запах воздуха был тоже своеобразный, типа зона, ну, какой-то специфический вот такой. Мы прошли длинный коридор, а там были разветвления, а вот с одной свечкой. Завернули и поняли, что мы нашли подземелья. То есть это уже точно. Мы не дошли никуда, не нашли ни церковь, ничего. И возвратились назад. Дальше уже пошло проще. То есть в них можно было ходить. Это была упорная работа. По два-три свободных после работы вечера, каждую неделю, а иногда и выходные дни. Не за горами уже была годовщина канонизации преподобного Серафима Саровского. И члены объединения понимали, что им нужно сделать решительный шаг. После того, как пещеры нашли, у исследователей началась работа по составлению плана пещер и раскопкам заваленных ходов. Город не прореагировал на подземелье никак. То есть совершенно. Это нас потрясло, честно я могу сказать. Я думал, что вот подземелье – это все-таки такое открытие, которое считалось, что нет. Но никто не прореагировал. И мы честно стали зарывать подземелье. Просто засыпали там трехметровым слоем. Ну, какое-то время держалось, а потом опять, ну, ребята молодые, они раскапывали эти земли. Ну, землю эту снова входили, писали там где-то привет Агапову, что все равно мы прорвемся, все равно мы будем здесь, нам интересно. Ну, в конечном итоге зарыли так, что уже эти подземелья были закрыты. В конечном итоге, когда начали делать памятники природы, уже начали серьезно заниматься, эти подземелья отнесли к городскому музею. В экспозиции исторического объединения в Духовно-научном центре есть интересный экспонат с необычной судьбой, который связан с историей открытия пещерного комплекса. Анатолий Александрович, расскажите про этот экспонат, что это? Этот экспонат, вообще-то надпись подземной церкви, имеет удивительную историю. В 1711 году была освящена церковь подземная крипта в честь Антония Феодосия Киева-Печерских. И в честь этого была сделана надпись на одном из столбов этой церкви. И когда мы открыли уже в наше время, то есть в 1982 году, то эта надпись была. Мы хотели ее расшифровать, а потом действительно расшифровали, когда она освящена. И так подземный ход жил. Но в одно из каких-то событий эта надпись исчезла. Это примерно лет 15 назад. Ее вырубил кто-то, не буду говорить варвар или не варвар, потому что он исправился. И она исчезла. Но исчезла и исчезла. Через некоторое время отцу Никона, настоятелю Саровского монастыря, пришел человек и принес эту надпись. Чувствуется, не знаю, там совесть у него заговорила или нет. И мы ее уже поставили сюда. Почему? Потому что, зная, какая была надпись, мы в подземелье, в этой церкви поставили свою надпись, которая была сделана на русском языке и на старославянском языке. То есть вот здесь это надпись 1711 года. Авиационный специалист по образованию, сотрудник РФАЦ ВНИЕФ Анатолий Агапов заинтересовался историей случайно. Дело было в турпоходе на Тянь-Шань. В компании туристов был один товарищ, который задал Анатолию Александровичу вопрос на засыпку. Ты знаешь, в каком городе ты живешь? Ну, я приехал в город Арзамас-16. Я говорю, ну, Арзамас-16, все, закрытый город, я знаю. А ты знаешь, кто такой Серафим Саровский? Я говорю, я понятия не имею, кто такой Серафим Саровский. А вот, ну, как же так? Вот, в общем, меня он настолько достал, что я ему, в общем-то, сказал, Леша, больше на эту тему, потому что время было другое, и религии никто не говорил. После поездки Анатолий Александрович пошел в музей, чтобы узнать об истории своего города. Но там ему намекнули о том, что тема эта закрытая. Как говорится, запретный плод сладок. Так увлекающийся и деятельный молодой конструктор в НЕФа начал интересоваться прошлым Сарова. Леша Федоров, он тоже организатор, организовал в Доме ученых такой историко-философский клуб. В Доме ученых много клубов, в том числе и возник такой. Но в процессе произошло разделение. То есть история есть история, а религия есть религия. То есть из философского клуба вышла, в общем, наверное, наша церковная жизнь. А от нас вышло историческое объединение «Саровская пустынь». В Доме ученых у нас был клуб, у нас было место, где мы регулярно собирались, и потихонечку образовался костяк. У нас руководителем Куванова Марина была от Дома ученых. Потом она вошла к нам уже как директор исторического, вернее, Саровского музея «Саровская пустынь». Вот там мы как бы немножко научились чему-то, узнали историю Саровского монастыря. Она оказалась удивительной, да? Алексей Подурец, один из членов исторического объединения, в своей книге-воспоминании подлинная история объединения «Саровская пустынь» так характеризует Анатолия Агапова. Знаю только, что никогда ему спокойно не жилось. Какое движение в городе не возьми, Агапов оказывается у его истоков. Дельтапланеризм, виндсерфинг, горные лыжи, клуб самодеятельной песни. Работать с Агаповым было трудно. Шагая семимильными шагами и заглядывая вперед гораздо дальше большинства из нас, он мог через кого-то или через что-то перешагнуть. Кипучая энергия председателя и основателя Саровской пустыни двигала объединение в сторону серьезной исторической работы и общественной деятельности. Наработав некоторый материал, Саровская пустынь провела в городе свой первый научно-популярный вечер в кинотеатре «Россия». Народу пришло очень много, потому что история была неизвестна, и мы первый вечер такой сделали. После него уже к нам подошли несколько человек, они добавились. Когда мы начали ездить по архивам, и уже появились интересные вещи, Дом ученых говорит, вы должны тоже работать для Дома ученых, сделайте вечер. Ну, положено так. И мы решили сделать вечер тайны Саровской пустыни, где было и Саровское подземелье, и приезд Николая II, то есть новые вещи, которые в городе были еще неизвестны. Когда мы первый раз сделали этот вечер, народу было очень много. И руководитель Дома ученых сказал, давайте сделаем второй вечер. Мы сделали второй вечер и третий, то есть это было. Ну, что было на этом вечере? На этом вечере впервые была показана экспедиция. Мы ездили везде, искали, и у нас появилось... Ну, мы решили, что в Доме ученых сделаем выставку, как это обычно делают, и мы выставили какие-то предметы. Ну, и как-то там в разговоре нам сказали, а что вы только в Доме ученых это делали? Вы сделаете музей Саровской пустыни? Вот эта идея нам понравилась, действительно. И мы обратились к нашему городу, руководству, что вот можно ли сделать. Ну, нас поддерживали, потому что мы начали новое как бы дело. Историческое объединение Саровской пустыни практически с первых дней основания занималось поисковой и краеведческой работой. Много работали в архивах других городов. Во время походов и поездок энтузиасты систематизировали большое количество материалов, связанных с Саровским монастырем. Создали фото и видеоархив, собрали коллекцию экспонатов. Со временем в клубе накапливалось все больше интересных материалов по истории Сарова. В начале 1990 года руководство города выделило для историков-любителей отдельное помещение. Это был подвал на Ленина, 27. Именно там, Саровская пустынь, и открыла свой первый краеведческий музей. Было открытие торжественное, нормальное. То есть, на самом деле, все хорошо. Руководство пришло, и туда начали приходить люди. То есть, у нас был вторник, четверг, открытый день. Мы же все работали. То есть, как правило, в историческом мире представители ядерного центра. Ну, не только, но, как правило, ребята из института. Вот, но произошло несчастье. Нас начало заливать. Это нас преследует, наверное, все время. В общем, город выделил нам новое помещение. Когда мы переехали, уже в 90-м году это было, в бывшую милицию. Там был вытрезвитель. Представляете? Это шутили, не зарастет туда народная тропа, потому что туда все время взяли. А теперь, когда открылся музей Саровская пустая, мы тоже там все делали своими руками. Все делали своими руками. И этот музей просуществовал до 2006 года, пока его не закрыли. Вот образался круг людей. Теперь немножко о людях. Мы организовались так, что будет, ну, как все это обычно, как делается в клубе. Есть председатель, значит, и есть какой-то руководящий состав. Вот у нас Алексей Подурец, он бы как бы главный теоретик был. Он и сейчас так выполняет эти все функции. А вот главным краеведом Сергей Павлович Егоршин стал секретарем у нас бессменно Ирина Малышева. Ну, вот это вот как бы руководящий. А потом все члены занимались какими направлениями. Кто ездил в архив, тогда у нас уже Марина Куванова была здесь. Оля Плаксина тоже пришла здесь. Валерий Кожевников тоже. То есть начался набираться состав уже приличный. То есть у нас примерно там до 20-25 человек было, которые работали. Один из уникальных и ценных экспонатов Саровской пустыни – это карта Саровской дачи генерального межевания 1784 года времен Екатерины II. Ее нашли на территории Мордовского заповедника. И когда Анатолий Агапов был там в гостях, то получил в подарок от сотрудников заповедника этот исторический экземпляр. Однажды карта сильно деформировалась после затопления помещения, где располагалось объединение. Анатолий Агапов срочно начал искать реставратора. И сейчас над картой 18 века работает сотрудник архива Российской академии наук. Когда я впервые увидела эту карту, я поняла, что ее можно сохранить. Конечно, первоначально блеска и красоты добиться будет невозможно, но сохранить ее как документ вполне реально. Документ со всеми вытекающими, как сказать, со всей вытекающей информацией. Потрясающе интересной. Ну, карта находится в руинированном состоянии. Бумага попадала и вода, и плесень в большом количестве. Большая площадь механических повреждений. Ну, так как это старая тряпичная бумага, выполнена в самых лучших традициях, из самых лучших стабильных материалов, то ее можно попытаться сохранить и продлить ей жизнь дальше. Вот такое руинированное состояние карты. Ну, на отдельных участках сохранилась интересная информация. Там есть и карту, там есть и точная дата, когда была эта карта сделана. Это 1784 год. И есть несколько таких фрагментов, где сохранились записи старыми железогаловыми чернилами, которые в хорошем состоянии физическом находятся. После закрытия музея по воле судьбы историков принял под свое крыло Свято-Успенский монастырь «Саровская пустынь», чье название носило историческое объединение. Теперь экспозиция музея располагается в здании Духовно-научного центра. На протяжении всей истории существования объединения главной задачей его членов было исследование прошлого Саровского монастыря и всего, что с ним связано. Так, силами участников Саровской пустыни был установлен аналог камня Серафима Саровского между ближней и дальней пустынками, который по размерам и форме похож на оригинал. Перед тем, как начать поиски камня, историки расспросили о нем местных старожилов. По их словам, камень убрали в богоборческие времена в конце 50-х годов. Саровская пустынь пыталась обнаружить хоть какие-то его следы, полагая, что он имеет прямое отношение к преподобному. Но после работы с письменными источниками выяснилось, что это был не оригинал, а аналог, установленный только в 1890 году на месте утраченного после смерти отца Серафима камня. Оригинальный валун размером в несколько метров был к тому времени разобран на сувениры паломниками и девеевскими сестрами. Поэтому Саровская пустынь решила найти в окрестностях города похожий на оригинал камень. Был такой краевед Владимир Михайлович Ганькин. Интересный человек. Он всю округу знал и знал, где какие камни лежат. Эти камни принес ледник очень давно, 12 тысяч лет назад. Эти камни разбросаны у нас по округе. Но мы встретились с монахиной Серафима Девевского монастыря. Она еще была жива. Софья Александровна Булгакова. И у нее был осколок камня настоящего, на котором молился Серафим Саровский. Потому что этот камень монахини с помощью огня и воды разломали на части. Он треснул. И у нее был осколок этого камня. И вот Валентин Александрович Сипашкин попросил ее, а можно ли отбить от этого камня для нас. Ну, она разрешила и отбили. И мы этот кусочек камня, какая его структура, уже знали. И обратились. И при помощи этого маленького камушка мы нашли такой камень. Но он оказался в болоте. Но это тоже отдельное разговаривание. Не буду тогда я рассказывать. Камень – это отдельное разговаривание. В общем, получилось так, что мы нашли этот камень, который сейчас стоит, поставили. Он оказался по истории третьим. Первый был, который разрушен. Второй был, когда приезжал сюда царь Николай II. В советское время его зарыли. А третий мы поставили. Будем надеяться, что он так останется. Что еще сделало историческое объединение «Саровская пустынь»? И не перечислить в небольшой передаче. Это и благоустройство саровских серебряных ключей, и раскопки купальни на ближней пустынке, где в 1903 году была царская семья, и постройка часовни над камнем Серафима Саровского. То, что началось с простого увлечения, уверенно и семимильными шагами переросло в научные изыскания, исторические труды и общественные проекты. Объединение «Саровская пустынь» – это история увлеченных и смелых энтузиастов, которые сами оставили свой след в летописи Сарова. Во многом благодаря коллективу «Саровской пустыни» и ее основателю Анатолию Агапову эта летопись вообще существует. Я думаю, что вот это то, что вы обратились ко мне, да, заставит меня сейчас обратиться, чтобы мы написали подлинную историю исторического объединения Саровской пустыни с подробностями. Поэтому я вам могу только выразить благодарность, что вы меня, так сказать, спрашиваете, а я вспоминаю. Редактор субтитров А.Семкин